Добрый день, с вами сегодня я, диктатор канала Вебтренинг. И в этом ролике мы с вами поговорим о том, как подают информацию в интернете, в кейсах разные представители, сейчас буду очень тактично пытаться подбирать слова, коучингового бизнеса. Разные представители коучингового бизнеса. Чтобы было понятно, недавно я встретил один кейс, где человек говорит, что он за год заработал 100 миллионов рублей. Вы вообще понимаете, что такое заработать за год 100 миллионов рублей? Ну, я имею в виду человека, у которого там не заводы, газеты, пароходы и фамилию которого не Ротенберг. Это очень много денег. То есть сотка лямов в год – это охренительнейшая квартира в центре Москвы, на чистых прудах. Я даже не знаю, 200 квадратов, плюс на сдачу ты покупаешь себе из класс. На сдачу от всего вышеперечисленного у тебя каждый вечер по дому тусуются фотомодели-нимфоманки с навыками, так сказать, глубокого внимания твоему величию. Тоже буду очень тактичный. И на еду останется. И вообще. То есть 100 миллионов, я, честно, даже не знаю, куда эти деньги можно потратить, если вы взрослый адекватный человек и у вас все есть. Потому что я, например, не знаю, куда потратить 100 миллионов. Ну, квартиру купил. Ну, да, а что? Ну, машину. У тебя все равно остается 50 минимум. Ну, ладно, мы сейчас не об этом. Самое забавное, что фраза типа «я заработал 100 миллионов», если немножко копнуть, переводится на русский язык так, «у моей компании было оборота 100 миллионов в год». А вот тут давайте копать. Потому что все ли из вас понимают, что фраза «я заработал 100 миллионов» и «у моей компании оборот 100 миллионов» – это вообще не одно и то же. Вот вообще никак ни разу. У большинства крупных ритейлеров, у большинства оптовых компаний, например, доходность от оборота составляет до 5%. После вычета зарплаты, налогов, амортизации, аренда офиса, вот этого вот всего, то есть и 100 миллионов компания чистыми после всех зарплат имеет годовую прибыль в 5. А 5 миллионов годовой прибыли компании, чтобы было совсем понятно, это чуть-чуть на тю-тю-тю-тюлечку больше, чем 400 тысяч рублей в месяц. Чистой прибыли. Если человек говорит, что у его компании оборотка в «ярд», во-первых, надо поздравить, что «ярд» реально много. А во-вторых, ну, скажем, у средней нормальной компании доходность бизнеса 10-15 годовых всего бизнеса. И легко понять, что этот «ярд», он получается не благодаря работе одного человека, но наемные работники, которые на процентах сидят, там, учредители, которые на процентах сидят. Деньги на развитие бизнеса уходят, деньги на всякие ресерчи, резервные фонды, системы нематериальной мотивации государственных служащих и все такое. Я снова офигенно так кичен сегодня. Честно говоря, не очень понятно, почему люди путают обороты заработок, потому что фраза «я сделал запуск тренинга и заработал 500 тысяч», это значит, что оборота у вас должно быть 1,5-2 миллиона. Народ почему-то про это тактично умалчивает и говорит, что он заработал 500 тысяч, имея в виду, что у него был оборот 500 тысяч. А в интернет-маркетинге, особенно в маркетинге онлайн-образования, у тебя совершенно спокойно 30-40% на рекламу, сотрудники туда-сюда. Из этих 500 тысяч у тебя от 50 до 100 остается. То есть, как бы не такие космические цифры, как первоначально сказаны. Меня всегда радует, знаете, у меня у бизнеса оборот миллион в месяц. Это значит, что я миллионер. Нет. Если человек говорит, что у его бизнеса оборот в месяц, его слова переводятся на реальный язык таким образом, я зарабатываю чуть больше официанта в Чехане. Ну, официант в Чехане зарабатывает 60-80, и это изладелец бизнеса с оборотом миллион, ну, получается 100-150. Геморрой имеет, как не каждый официант в Чехане, а, скажем, скорее, как официанту, которого в смену сперли всю еду, столики, подрались гости, съели попугая, зажарив его на гриле, и все это выложили, сняв на видеокамеру, плюс там были шлюхи, кокаин и курение кальянов, несмотря на все запреты Роспотребнадзора. Вот в этом случае уровень геморроя официантов в Чехане сопоставим с уровнем геморроя владельца бизнеса. Так что, ребят, всегда фильтруйте информацию. То есть, когда люди говорят, что у них оборотка там 100, 200, 500 тысяч миллионов, ну, это оборотка. Когда люди говорят, что у них заработок 500 тысяч, спросите оборот. И если вы сопоставите две цифры, которые были озвучены изначально, и цифра оборота, ну, просто понимаете, что в онлайн-образовании там доходность выше 20% – это крайне редко, в розничной торговле 15-20, в оптовой торговле 5-7, в стартапах никакой прибыли в принципе никогда не бывает, особенно в российских. Ну и все. Потом уже фильтруйте информацию и сопоставляйте информацию, кстати, с таким вот старым мемом, количество лукавства превышено в 10 раз. Ну или как там это было. Надеюсь, этот видеоблог был вам полезен, и вы, ну, в принципе, будете понимать, что люди часто говорят не то, что есть на самом деле. И умение это отслеживать – это и есть один из самых главных навыков, потому что если вы захотите учиться, например, у какого-нибудь свистуна, ну, который вам насвистел в уши, ну, возможно, что он и не только не учитель, но и вообще не понимает, это не только как бизнес строить, а вообще с какого боку к нему подходить. Ну, опять же, никого конкретно называть. Тут просто призываю вас к тому, чтобы вы фильтровали информацию из интернета. С вами был Филипп Богачев. Подписывайтесь на наш канал. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok